Я вам говорю о следующем событии. Мы находимся рядышком с торговым комплексом «Тетрис». Торговый комплекс «Тетрис» располагается на одной из самых оживленных артерий города Магнитогорска. Перекресток Ленина и улица Завинягина, которая идет еще дальше. А еще дальше там остальное место под названием «Гостиный двор», «Мост» и еще одна штука из той же компании. Что касаемо количества места, так вот по количеству мест, по количеству людей, по количеству вас присутствующих, я так понимаю, что он где-то, ну, будем считать, что на первых местах находится очень много красиво и ровно. Но мы сегодня не полностью вам покажем, хотя по сути событий мы вас сюда приглашаем для того, чтобы вы поняли, что зайдя сюда, вы, во-первых, сможете купить достаточно умные и качественные продукты в ленте. В остальных здесь вы, в принципе, можете себе все, что нужно, купить для дома и строить двор. А также очень много тех вещей, которые вам интересны. Но нас интересует другое событие. Зайдем на третий этаж и посмотрим мебель. Что такое «Тетрис»? И по размерам, и по уровню. И это в мире зовется супермаркетами. Я не про Россию говорю, я про мир. Он и строился как супермаркет, и является таковым. В нормальном супермаркете на Западе вы приезжаете за товаром, а этого много. В таком супермаркете нет фирмов, и здесь все сделано для большего удовлетворения ваших потребностей. Если честно, ценники на все от и до должны быть устраивающими большинство граждан России, то есть невысокими. Конечно, до уровня жизни в одноэтажной Америке, где при полном отсутствии демократии как и таковой, человек живет исключительно для себя нам так далеко. Но в остальном, не внедряясь в дивный центр, в котором небоскребы, а это Москва, Питер и Екат, то все просто изумительно. Неплохие такие перспективы, я вам говорю. Но самый вариант – это третий этаж. То самое место, где на максимальной площади в городе Магнитогорске вы сможете увидеть всю мебель. Я имею в виду всю мебель. И вернемся к сути Тетриса. Суть Тетриса – это оптимальные цены. Оптимальные и минимальные. Теперь вернемся к мебели. А это нужно делать. Был это время, когда за стенками магнитка и мягкой мебелью Клара в Магнитогорск летели со всей территории Российской Федерации и СССР. Это не поймет те, кому от 30, но те с возрастом от 40 это знали и видели. Магазинчик такой был. Типа березка. Типа рядом с МГМИ. Там было все. Зашел и там видеомагнитофон и обычный топ японских двухкассетников и телевизоров и отвяз по мебели. Это было. А теперь из истории в настоящее. Раньше мебель стоила ого-го, а сейчас нету, нет и все. В принципе это адекват. С сотовыми телефонами, которые сдуются после года. А эти будут служить сроком таки большим. Есть вариант вообще за копейки. Вообще. Я не противник жизни. Но жизнь не должна быть дорогой. И Тетрис с этим справляется. Я понимаю уже сейчас, что вы можете продать квартиру с мебелью. А покупка новой не будет вас чпокать. Этого уже нет, слава богу. Зная о том, что дает вам Тетрис. Конечно есть финальный топ. Где столы стоят 10 тысяч долларов. Есть и другие места для топов. Самое забавное, что топ у меня закончился в 35 лет. Очень хорошо это получилось. И поэтому я работаю для всех. Я прошел таки. Но в случае стандартных. А это стандартные проблемы у всех. Один из лучших мебельных центров. И это Тетрис. Вы просто зайдите. Просто зайдите и удивитесь. Как и я этому удивился. Хороший. Большой. Грамотный центр. С большим, чем где-либо в Магнитогорске. Выбором мебели. Любой мебели. Конечно мебель. Мебель удобная, красивая, ровная. И я не буду говорить, что она в принципе дорогая. Потому что если мы будем жить по уровню... Какой у нас уровень? Давайте все-таки определимся. Хоть у нас и страна огромная. Но мебель больших денег не стоит. Ну потому что она в принципе конечно не вся из чистого дерева. Потому что мебель из чистого дерева стоит немножко других финансовых средств. Кукуру они немножко выше в цене. То есть в принципе давайте обратим внимание к интересной структуре, которая также представлена. У нас итальянцы представлены на комбинате Даниэле. Это все оттуда. То есть у них рано или поздно они все мебель выбрасывают. Ну которая уже ушаталась. Может быть мы это скоро сделаем. Потому что ценники недорогие.